Сразу вопрос. Что объединяет этих трёх людей? Давайте, здесь не так много людей, поэтому можно не стесняться говорить. Так, правильный ответ – они не существуют. Это полностью сгенерированная нейросеть у картинок. Их нет, и эта нейросеть может генерить бесконечное количество таких лиц. Сайт называется The Person That Doesn't Exist. Вы можете это посмотреть, и они могут генериться в бесконечных количествах. Благодаря таким технологиям термин «искусство» и «интеллект» сейчас ещё больше приобретает слабую популярность, потому что он шокирует уже привыкших людей к привыкших контенту людей. Но каждый раз, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я тоже говорю, что я занимаюсь искусственным интеллектом. И выглядит это обычно так. Общество думает, что я занимаюсь чёртом, что убьёт планету. Хиборги должны захватить людей, и всё будет плохо, потому что искусственный интеллект убедит. Родители называют это китайской грамотой и вряд ли понимают, о чём я им говорю, но во всём случае меня поддерживают. Это, наверное, самое главное. Сегодня мы решим проблему понимания. Друзья думают, что я играю в кунтерштейк на работе, хотя у меня нет кунтерштейка, я даже компьютер не позволяю это делать. А мои сотрудники, это практически все математики, видят меня, мне кажется, примерно так. Это щенок есть. Что? Около компьютера. Ну вот. Но базово мы занимаемся технологиями, которые связаны с машинным обучением, и каждый из них сейчас называет себя тем, что называют искусственным интеллектом. Но этот термин, он слишком широкий. Как же разобраться, когда он появился? Сейчас я вам помогаю посмотреть небольшое эту подзарисовочку. Как думаете, что это за фильм? Кто-нибудь знает его? Этот фильм называется «Метрополис», и это фильм 1927 года. Это апофеоз немецкого кино того времени. И этот фильм стал базой для таких людей, известных как Тюринг, которые помимо того, что занимались математикой, размышляли об этом искусственном интеллекте. Каждый раз когда они размышляли о нем, они подразумевали, что технологии должны решать какую-то интеллектуальную задачу. Что же такое интеллектуальная задача? Это когда человек с помощью своего мозга может что-то посчитать, или что-то решить, или что-то выполнить. Считалось, что если машина может выполнить эту функцию, то она решает интеллектуальную задачу. И это, по сути, и есть искусственный интеллект. Поскольку лет сто назад калькуляторы предполагали, что будет интернет, для них калькулятор был тоже искусственный интеллект. Но все двигается дальше, и сейчас амбиции растут, все хотят чуть-чуть побольше. И наступает та эпоха, где человек опять пытается соревноваться с слушанием. И сейчас на примере фундаментальной задачи, сложной, я попробую положить программу, где окончается вычислительная система человека, и начинается то, что называют искусственным интеллектом. Попробуем решить задачу, сколько купить шашлыка на дачу в выходные. Очень важная задача, и человек с ней справляется, надо сказать, замечательно. Все сложнейшие, рекомендательные системы, кластеризации, все это реализовано и работает очень быстро на нашем компьютере. Вы очень быстро представляете, ага, что кто-то ест мясо, кто-то ест курицу. Вы можете спрогнозировать объем потребления алкоголя. Вы знаете, что сначала у вас, скорее всего, мужчины будут пить пиво, потом придут на водку, а женщины будут пить вино, потом придут на чай. То есть вы даже предсказали какое-то потребление. И справились с этим отлично. Но представим, что у нас какая-нибудь армянская свадьба, есть тысячи человек, которые так же хотят есть, пить, гулять. И для каждого индивидуального человека нужно прочитать индивидуальное меню, учесть все его пожелания, учесть его вкусовые отличия, учесть какие-то особенности организма, кто-то пьетнее быстрее, кто-то пьет больше. Может быть, это будет китайская свадьба, там будет пять тысяч человек, или пятьсот десять человек, или пять миллионов человек. И тут мы понимаем, что уже с помощью мозга эту задачу, скорее всего, не решить, даже если объединиться в группу. И тут нам навстречу приходят машины. Машина нуждается в данных. И тогда она может предсказывать. Это ключевая роль отличной машины сейчас от человека. Человек принимает отличные решения в двух случаях. Либо у него нет данных на вход вообще, это называется чуйкой, брицей или миллион лет в эволюции мозга. Человеку не нужны данные, чтобы ты накрыта или нет, не пойдешь, не попай. И это решение. Или решает задачу, имея все необходимые данные, всю необходимую информацию, когда он тоже может что-то предсказать. А с машинами все происходит ровно наоборот. Машина сама не умеет принимать решения. Без входящей информации, без входящих данных машина, к сожалению, ничего не может делать. И когда ученые начали размышлять, как классифицировать эти задачи, они придумали такое понятие, как General Artificial Intelligence. Тот самый искусственный интеллект, который должен нас поработить. Что они подразумевают под этим термином? Сейчас те задачи, которые решаются, они очень локальны. То есть это разные технологии, которые решают разные локальные задачи. И вот тот искусственный интеллект, который должен когда-то всех поработить, это система, которая может решить любую задачу. То есть что бы ты ни приказал сделать, мы должны это решить. И это первая и основная причина, почему искусственного интеллекта нету и в ближайшие годы не будет. Но поехали дальше. Опас Робот. Кто знает, что это за фильм был? Индерсталл. Да, это был Индерсталл. Это один из самых известных фильмов. И там один из ключевых персонажей – робот. И, в принципе, этот фильм, как и фильм «Она», как и фильм «Беущие полезные бритвы», как еще и десятых фильмов, в которых есть роботы, включая «Метрополис» и «1927-го года», они отвечают на вопрос, почему, когда мы говорим о искусственной интеллекции, мы поднимаем что-то антропоможное, то есть человека подобное. То есть какой-то робот, у которого есть манипулятор, он должен ездить, говорить, у него откуда-то еще и чувства должны придеться, и эмоции. Вот. Вся эта штука навеяна фильмами. И фильмами она, скажем так, поддерживается и нарывается очень давно. Но сейчас картина меняется. На смену фильмов пришли довольно интересные технологии. Давайте быстренько приближимся к истории. Знаю, что экран очень яркий, но слишком хороший. 1940-1960 год считается первой весной искусственной материальной. С чем это связано? Ну, во-первых, такая очень серьезная причина – это военный бюджет. Всем нужно было выпрыть войну в то время. И Вторую мировую, и условно-холодную войну, хотя мне еще тогда тоже подходило. Большинство ученых работало над вычислительными машинами, над шифровальными. Тогда был инститюринг. И параллельно, когда думали, почему же мозг человека такой эффективный, а машины нет, начали преследовать принцип естественного знания, принцип природы. Еще да Винчи рассматривал то, как работает крыло птицы, чтобы воспроизвести его механизмы. Также и здесь люди начали изучать мозг. И уже тогда было известно, что мозг функционирует на основе нейронов и их связи между друг другом. И начали, собственно говоря, этим заниматься. Самое интересное – образ нейрона и того, как он устроен, можно посмотреть на примере кальмара. Потому что нейрон кальмара настолько большой, что его можно увидеть без каких-то специальных приспособлений. И поэтому его начали исследовать. И в этот момент появляются первые такие работы, первые течения, которые действительно с помощью нейронных сетей решают какие-то задачи. Но все-таки это 1960-й год, никаких матричных процессоров по мини не было, со связью были проблемы, весь мир был очень механическим. И с 1970-го года до 1990-х год выступает зима. Ну, в принципе, ничего не происходит. И вторая весна вот этого искусственного инфектора, она датирована где-то в промежутке 1990-го года. Как вы думаете, почему? Процессоры. Да. Ну, это не все. Действительно, мощности стали в разы больше. Но потом, спойлер, благодаря появлению майнинга, наш искусственный интеллект, по которому мы так сейчас говорим, стал еще быстрее развиваться, потому что стало очень дешево. Потому что майнинг перестал быть выгодным по видеокартам остались. Но все-таки 1990-й год. Так, вы очень внимательны, я не доволен. Буквально пару свадьев назад я говорил о том, что машины не могут жить без данных. Но как мы могли в то время собирать данные? В 1990-х годах стал появляться интернет. Сборщик тех самых данных, терапайтов данных, которые мы сейчас используем, и все время говорим, что нам их мало. Потому что оказывается, что данных может быть в триллионах больше. Но в 1990-м году мы этого не знали, однако уже было на чем считать. И, в принципе, тогда началась вот эта весна искусственного интеллекта, и появились все те архитектуры, которые мы используем сейчас, когда говорим про нейронные сети. Про нейронные сети мы тоже обязательно расскажем чуть попозже. Но в 2016-м году искусственный интеллект стал обретать опять сквозь вот этого general AI, вот этого сферах разума, который должен нас проработить. Как это произошло? Наверняка кто-то из вас слышал, что компьютер обыграл всех чемпионов в шахматы. После этого... Каспарова разыграл. И Каспарова мы как там еще без шансов были. В 1975-м году. Считалось, что есть такая игра Go, она японская, и там количество комбинаций ходов может быть бесконечно большим. Вот, и поэтому в этой игре, собственно говоря, в эту игру машина не могла победить, потому что она считала все линейно, как вот калькулятор считала, но и не хватило бы никогда мощности. Но раз, у нас появляется прецедент, что машина обыграла человека в боку. Сейчас все современные игры, старт-трап, Гота-2, тоже искусственный интеллект, вот я пока в кавычках говорю, обыграл человека, тоже без шансов. На ответ еще игр публичных, люди победили в двух партиях в подносе. И удивительно было то, что машина играла вообще не так, как это делают люди. Принципиально по-другому. Но в одну и ту же игру. И начался ведь огненный. Но идея вот этого Дженни Роэ, она так и осталась в фильмах. Ну, это фильм, вы знаете? Да. Это космическая тесте кубрика, которая была приснята и стала тоже таким металлогом того, что мы сейчас называем Сирией, Олимсей, Олимсей, Олимсей. Я об этом тоже расскажу. Но, в принципе, на текущий момент, учитывая технические реалии, искусственного интеллекта не существует. В принципе, это можно заканчивать лекси, и все, что надо знать о искусственном интеллекте существует. Нет. Вопрос, как его сделать. Вот. Его нельзя сделать по многим причинам. Но я говорю именно про тот AI, который должен быть вездесущим, как вот нечто, которое обволакивает все процессы, все мироздания и может решить другую задачу. Но не все так просто. А сейчас есть серьезная конкуренция, которая действительно стала происходить, потому что появились недорогие вычислительные мощности, особенно мощности с видеокартами. И вот это покрывало искусственного интеллекта на себя натянуло целых четыре технологии, каждая из которых, я вам уверяю, очень распространена. Первое, самое основное, это Data Science. Это, можно сказать, наука, и чаще всего именно Data Scientist называют людьми, которые делают искусственный интеллект. Но это не так. Ни один Machine Learning разработчик, Machine Learning, Machine Learning не назовет себя человеком, который делает искусственный интеллект. Про Data Science я еще расскажу. Расскажу, кто это такие Data Scientist, потому что это сейчас самая востребованная профессия на IT-рымке. Data Scientist — это смесь статиста и математика с той оговоркой, что среди статистов... Ой, смесь статиста и программиста с той оговоркой, что среди обычных статистов он лучший программист, а среди программистов Data Scientist — самый лучший статист. И вот на этом, скажем так, стэки это все и работает. Data Science отвечает как раз за решать задачи в основном предсказывания и рекомендательных систем. Вот когда вам, грубо говоря, банк видит, что для вас одобрен кредит — это, скорее всего, работа тела рук Data Scientist. Когда Яндекс показывает, сколько ожидается пробка в какое-то время — это тоже задача Data Scientist. А когда системы строят рекомендательные системы и на озоне вам предлагают купить дополнительный товар — это тоже задача Data Scientist. И таких задач, на самом деле, большое количество. Идем дальше. Вторая технология — это самая нераспространенная сейчас технология, хотя ее уже многие боятся. Это машинный слух. Дело в том, что раз уж мы идем из того, что искусственный интеллект должен как-то рождаться по образу подобного человека, сейчас две системы практически никак не реализованы. Это вкусовые ощущения, они не могут быть переданы, не могут синтезироваться и сложно анализироваться. И слух в нашем принимании. Например, человек спокойно распознает помещение, где он находится на слуху. То есть мы на слух можем определить предметов, как размеры помещения, может быть, его направленность, потому что мы всегда отличим театр от ресторана. Мы можем измерять с помощью слуха дистанцию до объектов и всегда знаем, как помещать поиск, поиск или можем даже анализировать его удаленность. И большое количество задач можем решать. Вот машинный слух – это образ, который в промышленности будет делать новый такой хайп. Мама хайпа – это то, что стало популярным на короткое время. Вот, все. Хайп – это, например, сразу такие большие примеры. В нефтяной промышленности, благодаря анализу шумов с дырок, которые появляются в нефтипроводе, можно предсказывать, сколько потеряется нефти и вообще в каком месте это произошло. И таких задач есть довольно много, и даже опытные люди могут их решать. Например, люди по звуку мотора могут определить неисправность машины. Ну, как минимум, там что-то не так звучит, иначе что-то, скорее всего, сломалось и скоро сломается. Вот это про машинный слух. Вторая, третья технология очень популярная – это процессинг естественного языка и его обработка. Звучит страшно. На английском звучит еще более страшно. Это называется NLP – не путать с нейроангистическим программированием. А процессинг естественного языка, на самом деле, это самая распространенная технология, потому что каждый из нас пользуется Google, каждый из нас пользуется Яндексом, и машинный поиск, машинный перевод – это задача процессинга естественного языка. Сейчас у нас появляются новые друзья, а именно ассистенты – это Алиса, это Сири, это Алекса, это ассистент Олег, который, по-моему, позавчера запустил Тимхолбанк, это ассистент Маруся, который запустил Mail.ru в эту версию. И еще, думаю, что много ассистентов, которые выполняют простые функции. Это тоже тот самый процессинг естественного языка и его убили. Чуть проще я расскажу даже, как это работает. Ну и еще один страх всех людей, большой брат, компьютерное зрение – это система, которые за всеми следят, всех трекируют, как-то всех обрабатывают. И это действительно распространенная система, хоть они и не знают, что они должны там всех убить, но они неплохо работают. И самое интересное в компьютерном зрении то, что огромное развитие оно получило благодаря развлекательным сервисам. Наверняка у вас есть друзья, которые любят заходить в Snapchat и менять себе лицо или пол, или накладывать фильтр на фотографии. Вот все эти технологии, которые как-то изменяют картинку, они трекируют ваше лицо, распознают ваше лицо, чтобы понять его в кадре и накладывать вот эти эффекты – это тоже компьютерное зрение. Поиск рака на снимках КТ, МРД или каких-то патологий – это тоже компьютерное зрение. Распознавание лиц для авторизации в айфоне – это тоже компьютерное зрение. Даже когда вы сканируете свою банковскую карточку, чтобы не вводить цифры – это тоже компьютерное зрение. И все эти технологии называются искусственный интеллект. Поэтому предлагаю разобраться в том, что их объединяет. Объединяет их страшное слово, которое я сегодня много раз уже называл – «машин лёрнинг» – машина обучения. «Машин лёрнинг» – это набор методов и подходов, основанных на математике, которые позволяют решать сложные задачи без прямых вычислений. Хотя ими они тоже пользуются. Дело в том, что сейчас очень модно в машинном обучении используют нейросети, и задача каких-то уникальных вещей, надо сказать, довольно бесполезных на текущем этапе, они решаются в ближайшее нейросети. Но что я хочу, чтобы вы знали? «Машинное обучение» – это не только про нейросети. И следующий слайд нам поможет с этим разобраться. А пока хочу рассказать, на чем оно базируется, как и весь тот самый искусственный интеллект. Когда мы говорим о машинном обучении, искусственном интеллекте, мы всегда говорим о трех вещах. Первая штука – это данные. Data, data, если говорить по-английски. Данные нужны всегда, данные нужны везде, машины без данных не живут. Поэтому сейчас все собирают эти данные всеми способами. Ну и здесь я вас успокою. Дело в том, что большинство данных, которые мы собираем, не нужны и никогда не пригодятся. Но так как мы этого пока не знаем, мы их вынуждены собирать. Расскажу пример. У многих из вас есть часы, которые трекируют калории, которые вы сжигаете. Вот этот алгоритм, он базируется на том, сколько шагов вы прошли. Он считает шаги и складывает в калории. Но есть в таком моменте, что у всех людей разные ноги, разная длина ног. А еще люди бывают хромыми, у кого-то бывают травмы и так далее. И хромой человек за десять тысяч шагов, уверяя вас, сжег гораздо больше калорий. Но ваши часы этого не учтут и дадут вам усредненные модели, которые ошибаются на самом деле очень сильно. Поэтому эти данные, которые собираются, они не всегда нужны. Но это не значит, что не нужно ходить десять тысяч шагов, будьте добрыми. Хотя бы каких-то их можете. Второе, что всегда используется в машинном обучении, когда мы хотим научить машину выполнять какие-то задачи. Например, просчитывать потребление еды для нашей загородной посиделки. Это признаки, которые есть в данных. Еще датсайтисты используют страшное слово «датасет». Датасеты на самом деле не что иное, как Excel-табличка, где есть поля и столбы. Давайте приведу пример какой-нибудь задачи, которую нужно решать обязательно с датасетом. Например, можно сделать систему, которая ответит нам, примет заказ таксист или нет. Такую задачу мы решали на одном из соревнований по как раз в Data Science. Что дается на вход? На вход дается табличка, и там в районе 100 тысяч строк. То есть она довольно большая, где написаны параметры. Время, рейтинг водителя, локация, пробки в текущий момент, рейтинг человека, имя, фамилия человека, который вызвал этот заказ. И в итоге стоит столбец, принял он или не принял этот заказ. И таких столбцов у нас больше 100 тысяч. И вот как раз алгоритмы позволяют, скажем так, выявить какую-то закономерность, выявить признаки, по которым водитель берет или не принимает заказ. И это может делаться на бесконечном потоке. Ровно так же Яндекс прогнозирует пробки, ровно так же рекомендательные системы, принимая на вход какие-то ваши данные, пытаются предложить вам какой-то товар в интернет-магазине. И, в общем, все базируется на этих признаках. И, в принципе, зачастую эти признаки можно выделить даже глазами, посмотрев на данные. Ну и алгоритмы. А без алгоритмов никуда. На самом деле любую задачу можно решить большим количеством способов и в том числе обычным программированием, что на самом деле прекрасно, лучше всего работает. Но от алгоритмов зависит скорость, скорость процесса, емкость этого процесса, масштабируемость процесса. И поэтому без алгоритмов там никуда. Поэтому все работают над архитектурой минированной сетей или над тем, как их правильно совмещать. В общем, все, что нужно знать о машинном обучении, что оно всегда базируется на данных, признаках этих данных и алгоритмах. Признаки – это табличка Excel с какими-то числовыми характеристиками. Вот этот слайд я сейчас быстро закрою. Этот слайд, на самом деле, нужен для того, чтобы вы поняли, что это не все так просто. И машинное обучение – это довольно здоровая сфера. А все, что нужно знать о нем обычным обувателям, о том, что есть обучение с учителем, когда мы показываем машине, как нужно. И есть обучение без учителя, когда машина сама пытается понять, как нужно. Ну, например, задача – разложить одежду в три кучки. Мы можем сказать, что вот эти штаны – это носки, а это ботинки, и она их сортирует по этим признакам. А можем сказать, что разложить данные как-то сама, и она разложит одежду, как, кстати, нужно. Например, может подумать, что это цвет. На деле, правда, учитель все, что используется – это обучение с учителем, и, пожалуй, это все, что нужно знать. Ну, подождите, как же страшные вещи спасти вы. Вот эти машины, которые генерят людей, которые похожи на правду и так далее. Про это я еще расскажу, а пока хочу вам показать, как на самом деле устроен искусственный интеллект. Это, на самом деле, самый важный слайд презентации, который отвечает на все вопросы. В общем, искусственный интеллект, а вот каким бы вы мифами его не покрывали, это какая-то большая и очень непонятная сфера, она размыта. Внутри этой сферы один из методов, один из подходов – это машинное обучение. Это уже область математики, область статистики и область программирования. Внутри машинного обучения есть большое количество инструментов, их здесь очень много. Это решающие деревья, мастеризации, регрессии, классификации – их очень много. И один из них – это нейросети. Нейросети – это инструменты. А внутри нейросетей есть так называемое глубокое машинное обучение. Глубокое машинное обучение – это некая архитектура нейросетей, где очень много слоев. В общем, все, что нужно знать об этом по-простому. Если кто-то говорит слово «нейросеть», значит, это всегда про глубокое машинное обучение. Никто сейчас однослойные сети не использует. Поэтому часто этим путают, запутывают людей, и, например, люди путают машинное обучение и глубокое машинное обучение. Все, что здесь нужно знать, что глубокое машинное обучение – это маленькая часть нейросетевых структур. Все, точнее, маленькая основная часть версии. Это, наверное, один из последних теоретических слайдов. Но хочется остановиться на том волшебном искусственном интеллекте, который на себя похож. И первая такая технология, она тоже относится к машинному обучению. Это обучение с подкреплением, reinforcement, machine learning. Это та самая система, которая победила человек в шахтах. Это та самая система, которая победила человека в Dota, в Go, в StarCraft. Я думаю, что еще много игр появится, где люди, пользуясь тем, что это популярно, будут говорить, вот все, победили человека. И это даже та технология, которая, по-моему, единственное такое большое глобальное применение нашла в историях. Что это за такое машинное обучение с подкреплением? Будет миф, что машины могут обучаться сами, что они сами доучиваются и так далее. Вот этот миф, единственное, где он может быть не мифом, это в этом обучении. Как это происходит? Каждый раз, когда у нас есть какая-то замкнутая среда, какая-то ограниченная система, например, шахматы или компьютерная игра, мы действительно можем научить машину играть против себя много-много-много раз. То есть вот, например, там было сыгрено за 5 часов, когда система учится, она может сыграть, не знаю, миллион партий в шахматы и выработать самый оптимальный алгоритм. Причем нейросети позволяют не просчитывать все ходы, как это было раньше, а хранить память, которая была в системе до этого, какие-то оптимальные шаги. Примерно так работает, действительно, человеческий мозг, потому что мы многие вещи умеем делать сразу, умеем делать быстро или очень быстро учимся. При этом эта вся штука заложена в нас эволюционно. Вот примерно так же работает обучение с подкреплением. То есть машина сама собой наигрывает куча партий, это все зависит от вычислительных мощностей, и дальше она умеет играть действительно лучше, чем человек. Почему эта штука не поработит людей? Я буду много раз отвечать на этот вопрос. Дело в том, что наша среда человеческая настолько большая и настолько многофакторная, что машине начать ориентироваться будет практически невозможно с точки зрения вычислительных мощностей. Ну и второй моментик, что у машины нет такого параметра, как смысл жизни, и вряд ли она его найдет. Поэтому даже если когда-то физический предел будет, когда-нибудь машина его перешагнет и обретет какое-то сознание, хотя вряд ли оно будет похоже на лицо. Но если когда-то так будет, там будет второй предел того, что это просто для нее будет все неоптимально, потому что это слишком много мощности. Поэтому все, что мы будем видеть в reinforcement learning в ближайшие годы как глобальное явление, которое коснется не узких кругов программистов, а каждого из нас, это будут какие-то победы в играх и беспилотники. Повезли про беспилотники. Почему беспилотники? Дело в том, что беспилотники тренируются не только в нашем реальном мире по дорогам, но и в виртуальных играх. Для этого куча инженеров их максимально, как бы скажем, ту среду, в которой они перемещаются, компьютерную игру по сути, делают максимально похожей на жизнь. Приведу пример товарища, с которым я был в детском саду. Он всю жизнь программировал графику для игр. Делал так, чтобы в игре Quake была физическая основа молнии. Вот сейчас, насколько я знаю, работает в Apple. И его тестовое задание было сделать такую модель в игре, которая от зависимости давления в колесе как-то меняла нагрузку на ось автомобиля. Вот такое тестовое задание было. И, скорее всего, он тоже работает беспилотником. Так что, если его выполнить, сделает беспилотник, мы об этом будем знать. Второе волшебство, которое есть – это генеративные нейронные сети. Это сети, которые как раз тех людей строят и еще много чего делают. Сейчас я вам про них расскажу, а лучше даже покажу, как они применяются. Благодаря генеративным нейронным сетям мы попадаем в область А – двойного интернета, потому что, действительно, все люди, как в книжках беременны, могут быть подделаны. Вот. А В – эти сети используются сейчас практически во всех фото-редакторах, чтобы там редушировать лицо и так далее. То есть, у них довольно большое распространение нет. Хорошо. Продолжение следует... Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gain popularity as a means of adding famous actresses into corn seams. Despite bans on major websites, they remain easy to make and fine. They're named for the deep-learning artificial intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better. When the software tries to recognize patterns in speech and movement, introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is born. It's actually extremely easy to make one of these things. There are just some break-throughs from academic researchers who worked with this particular kind of machine learning in the past few weeks, which would graphically be the kind of video you need to actually create one of these. In August, researchers at Carnegie Mellon revealed software that accurately rendered not just facial features, but changing weather patterns, and flowers in bloom. This advance is not yet available to the public, but with increasing capability comes increasing concern. You know, this is kind of fake news on steroids, potentially. We do not know of a case yet where someone has tried to use this to perpetrate a fraud or an information warfare campaign, or for that matter, to really damage someone's reputation, but it's the danger that everyone is really afraid of. In a world where fakes are easy to create, authenticity also becomes easier to deny. People caught doing genuinely objectionable things who claim evidence against them is bogus. Fake videos can also be difficult to detect, though researchers around the world and at the U.S. Department of Defense have said they're working on ways to counter them. Deep fakes do, however, have some positive uses. Take Sarah Kroc, a firm that creates digital voices for people to lose theirs from disease. Speech synthesis is the artificial production of human speech. There are also applications that could be considered either good or bad, like the many, many deep fakes that exist solely to turn as many movies as possible into Nicolas Cage movies. A lot more. Ну, на самом деле, я думаю, что все ближайшие скандалы будут как раз благодаря DeepFake'у. Дело в том, что это технологии, которые довольно легко воспроизводить. Вот. И поэтому, в принципе, я думаю, что любой студент, который занимался машинвердингом, брал уже готовые бесплатные библиотеки и что-то такое делал. Вот. Но на этой теме мы не будем устанавливаться, потому что она долгая, сложная. И на самом деле это все пока очень плохо работает. Это все довольно легко опознать. И единственное, что еще интересно про вот эти генеративные сети, что они стали популярны благодаря фоторедакторам. То есть люди, кто занимался обработкой фотографий или развлекательными приложениями, дали этому бум, а не военные, как это обычно бывает в разных технологиях. Ну, пойдем дальше, посмотрим тренды. В конце у меня был слайд о применении машинного обучения. И о нем можно говорить, наверное, часами. Но хочется рассказать о том, что окружает нас здесь и сейчас. Мы не стали отставать и пару лет назад тоже сделали своего классового ассистента, какую-нибудь колонку. Окей, карас. Поставь расплескалась синева. Это была такая шутка. Это я таз, как раз, уже не маме, уже бате объясни, чем занимаюсь. Решил привести до понятного примера. Но если серьезно, то умные колонки, они распространены. Их будет в этом году еще больше. Их будет как минимум 7 или 8. В общем, их уникальная особенность в том, что с ними прекрасно взаимодействуют дети и очень взрослые люди, потому что у всех колонок нет, интерфейса. И колонка не была бы колонкой, если бы не в ней не жил этот умный ассистент, голосовой помощник. Давайте разберемся, как работают голосовые помощники. Голосовой помощник состоит из трех больших технологий, каждой из которых основан на машинном обучении. Первая технология – это speech-to-text или перевод голоса в текст. Вы наверняка запоминаете, что когда вы что-то говорите о лисе, сире или используете голосовой код, система переводит сначала это все в текст. И вы видите текст, который вы диктуете. Тут нам помогают тоже нейронные сети. Нейронные сети предсказывают созвучие букв. То есть у каждого буквы в языке есть звук. Он называется фонема. Группа фонемы, набор фонемы, есть слово. У этой задачи нейронные сети – предсказать, какой будет следующий звук, чтобы быстро написать это слово текстом. Дальше у нас в ассистенте живут те самые чат-код, из которых, по сути, мы начались как компания 4 года назад, когда пытались автоматизировать поддержку. Чат-код – это некоторая система, которая умеет работать с текстом и выдавать на него какие-то реакции. Например, каждый раз, когда вы говорите «Синий или Алиса, разбуди меня в 10 утра», она узнает, что такое звуки, что это какая-то команда, что 10 утра – это сущность времени, что утра – это тоже относится к сущности времени, то есть она процессит эту информацию, обрабатывает и превращает ее в какую-то команду. То есть, по сути, переводится с человеческого языка на машину. И дальше Алиса вам отвечает «Ну, условно, хорошо, разбужу вас завтра в 10 утра». За это отвечает третья технология, которая называется «Text-to-Speech», которая текст озвучивает голосовым синтезатором. В этой технологии тоже сейчас получили большое распространение нейронной сети, и благодаря этому у нас от тех рыбовосцев, которые мы слышали раньше, появляются такие прекрасные голоса, как «Голос Алиса». «Голос Алиса», к слову, это одна из самых сложных технологий, которую делал Яндекс за последние, наверное, несколько лет. Сложнее, наверное, только поиск. Ну, поехали дальше. Голосовые ассистенты устроены по принципу айфона, то есть у нас есть или любого сейчас нынешнего телефона, что есть какие-то приложения нативные, все основные, все дополнительные приложения нужно в этом смысле скачать. Ну и, соответственно, получается так, что благодаря большому количеству ассистентов, так же, как раньше, все не верили в сайты, но сейчас есть у всех, скорее всего, мы придем к тому, что у каждой компании будет свой голосовой ассистент, через который человек может обратиться, используя Алису, например. Это касается буквально всего. Так что те, кто делает чат-ботов, надеюсь, будут на коне в ближайшие лет пять. Давайте посмотрим, как смотрят на эту корпорацию, куда это все идет, и последняя конференция Яндекса это подтверждает. Продолжение следует... 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 Макс. Я также экспериментировал их голосов. Супер! Я не могу говорить! Поехали! И если я не хочу поговорить, я могу просто сообщить Jarvis через мессенджер-бот я построил. Марк! Поехали! Да. Поехали. Так что это было довольно круто, но я нужна еще одна идея для Jarvis, так что оставим их в комментариях и я буду строить их в комментариях. Поехали. Поехали, Jarvis. Ты готова, Марк. Я хочу научить вам, чтобы я не могла бы помочь. Вот такое вот видео от Маркута Сюкерберга. Это видео во многом фейт на самом деле и я специально дома отдохну, просто в черных краях. Но в этом видео есть одна мысль очень интересная. Дело в том, что в этом видео под видом ассистента используются все технологии, которые мы сейчас называем искусственным интеллектом. Там используется распознавание людей, распознавательные лица, рекомендательные системы, трекинг людей. Даже голос меняется у робота, и это тоже технология как раз самой синтезаторной речи. Кроме этого, в этом ролике уже два года назад была поднята тема IT, интернета вещей, где вещи объединены в одну сеть, и программные интерфейсы могут им пользоваться. И в этом году Яндекс выпустил, вы не поверите, розетку. В эту розетку, подключив эту розетку к Wi-Fi, вы можете включать бедовую технику, используя систему Алису. Поэтому, можно сказать, Марк задал тренд два года назад, сделав это видео. Но продолжим и поговорим о компьютерном зрении, о том, как машины могут смотреть на объекты. И я расскажу, где они сейчас в основном используются очень активно. А что умеют делать системы, связанные с компьютерным зрением? Сейчас у меня висит микрофон. Точнее, презентация. В основном, это сейчас используется для безопасных городов, безопасных производств. Также используется, например, для того, чтобы фоткать одежду и искать ее в магазине. Буквально позавчера Амазон выпускал технологию, которая позволяет фоткать любую вещь и найти эту вещь на Амазоне. И это все тоже компьютерное зрение. Сейчас есть сервисы, которые позволяют выбрать кроссовки, направить на них айфон, и они рассчитывают, как раз основываясь на компьютерном зрении, не только размер ноги, но и какие-то особенности стопы и подбирают идеальные кроссовки. То есть, фактически, делаем некий слепок. Это тоже компьютерное зрение. Базовые задачи, которые решаются компьютерным зрением, это обнаружение образов. Люди, кошечки, какие-то вещи. Все это компьютерное зрение. Дальше система может отслеживать некоторые предметы, например, делать, есть такая сложная операция, мультикамерный трекинг, когда мы можем, например, проследить траекторию движения одного автомобиля по всему городу. Вот. Это мультикамерный трекинг, когда система запоминает в виде какого-то эффектора, ну, в виде какой-то единицы автомобиль, и отличается от других, и всегда может распознать. Например, так же вы можете посмотреть, так вы знаете меня, посмотреть, как я бы ходил по зданию, и примерно прикинуть, где я был. Вот просто потому, что вы меня знаете. Вот отслеживание трекинга, это как раз возможность машины знать людей. Третья штука, это классификация. Машины не такие умные, как мы о них говорим, они ничего не знают, ничего умеют, а если умеют, то это то, что вы их научили. И одна из задач, которые решаются компьютерным зрением, это классификация. Например, классификация объектов. Люди, мебель, особенности мебели, она может быть насколько угодно детализированной, потому что человеческий взгляд, например, посмотреть на кирпич, может куча вещей о нем сказать, какая у него фракция, там, не знаю, кем он изготовлен, какая кладка. То есть вот это все как раз классификация внутри какого-то объекта. Также мы всегда можем классифицировать, отличить человека, дверь, кошку, от самолета и так далее. Это классификация. И вот эти генеративные системы, это как раз создание и восстановление изображений. Это то, что вы видели в дом ролики про диктейк, когда мы, по сути, меняли погодные условия или меняли мимику людей или выставляли. Это компьютерное зрение. Ну, давайте быстренько примеры, как это выглядит в жизни. Вы наверняка все чаще сейчас будете видеть вот такие квадратики. Эти квадратики называются bounding box. Это какая-то визуализация того, как машина трекирует и видит человека. Вот. И вот на этом видео...